МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенческая баскетбольная лига. КФУ дома принимает КГУ и КНИТО. Спартакяда вузов Республики Татарстан по мини-футболу. КФУ против ЭНЕРГО. АССК РФ. Финальная часть внутриузовства этапа по мини-футболу. Традиционный обзор матча Акбарса, Уникса и сборной России по футболу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем сегодняшнюю программу с баскетбола. Студенческая баскетбольная лига продолжается. И сборная Казанского федерального университета на этой неделе успела провести два тура. Первый из них против ЭНЕРГО университета, второй против сборной КНИТО. Все матчи сборная КФУ играла на домашней арене. И прямо оттуда Евгений Алмазов сейчас подробно все расскажет о ходе этих встреч. Сборная Казанского федерального университета продолжает радовать своих болельщиков регулярными матчами в различных турнирах. На этот раз за прошедшую неделю мужская и женская сборная провела по два матча в рамках студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан. Все началось 23 марта играми против Казанского государственного энергетического университета. Девушки из КФУ показали поистине командную работу. Конечно, не обошлось и без фолов. А самой результативной в игре оказалась Дарья Ашгебесова, которая успела набрать около 26 очков за всю встречу. КФУ показывает слаженную игру и вырывает победу у ЭНЕРГО 72-64. Мужчины же выдали менее результативную игру. Но она не уступала матчу среди девушек по накалу страстей. На протяжении всей игры КГУ выступали в роли догоняющих. Но в четвертой четверти КФУшники дожали противника. И как итог 65-52. Следующие матчи сборной КФУ провели 25 марта. В гости к федеральному университету пожаловали сборные КНИТУ. И вновь в матче среди девушек блистала Дарья Ашгебесова. Около 20 очков смогла заработать Дарья в этом противостоянии. После третьей четверти девушки из КФУ обеспечили себе небольшой отрыв 9 очков. 58-49. А в четвертой четверти КНИТУ вновь выступал в роли догоняющих. Но КФУ оказался сильнее и как итог 76-67. В матче между мужскими командами было видно явное преимущество КФУшников. Самым результативным игроком матча стал Денис Велишаев. На счету которого 22 очка. А интрига всего матча пропала уже после третьей четверти. 71-37. КФУшники спокойно на классе выигрывают КНИТУ 83-47. Болельщики довольны, игроки тем более. Четыре победы из четырех возможных. Но дальше противостояния будут еще тяжелее. Отлично. Мы выиграли. Очень здорово. Играли хорошо, слаженно. Что-то не получалось, но в основном все было здорово. А как проходила ваша подготовка? Все в принципе стандартно. Отрабатывали комбинации. Физическая подготовка, броски. Все по классике. Евгений Алмазов, Диана Урядова, Неделя спорта. Продолжаем. Теперь на очереди мини-футбол. Три победы подряд. Именно такой результат был у сборной Казанского федерального университета перед матчем со сборной Казанского государственного энергетического университета в рамках спартакиада вузов Республики Татарстан. Получилось ли у сборной КФУ в очном матче против Энерго сохранить такую тенденцию и продолжить серию побед? Или же такой неудобный соперник преподнес сюрпризы? Далее в репортаже Дианы Ждановой. В воскресенье. Бустан. Мини-футбол. Уже традиционная картина для болельщиков Казанского федерального университета. В четвертом туре спартакиады вузов Республики Татарстан сборная КФУ принимает на своей площадке одного из самых неудобных соперников в сборную Казанского государственного энергетического университета. Звучит стартовая сирена, и в атаку двинулась команда КФУ. Федералы на протяжении всего тайма держали мяч у себя, не давая соперникам захватить ворота. Ильдар Халюлин делал несколько попыток забить мяч, но ни одна из них не увенчалась успехом. В этот раз его атаки и мощные удары не помогли сборной федерального. Несмотря на все попытки Юл Барса, в счет открыть так и не удалось. Команды уходят на перерыв. Второй тайм получился крайне агрессивным. Время идет, а на табло все еще 2-0. Обе команды были настроены побеждать, однако были немного растеряны, о чем говорили их импульсивные и необдуманные действия на поле. Это приводило к многочисленным таймаутам со стороны каждой из команд. Наконец, на 30-й минуте игрокам все-таки удается открыть счет. Максим Истафьев уверенно ведет мяч к воротам КГУ. Несколько передач и долгожданный гол. 1-0 в пользу КФУ. Сборная КГУ никак не хотела уступать федералам. Прошло всего 3 минуты, и в ворота федерального летит мяч с хорошего удара Аделя Сабрезьянова. Команде КГУ удалось сравнять счет. Идут последние минуты матча, однако счет остается неизменным. Федералы создают несколько опасных моментов, но вратарь КГУ Ленар Шихельмамов справляется за свои задачи и отражает все удары. Капитан сборной КФУ Денис Давыдов постоянно пытается вывести команду вперед и вырвать победу у соперников, но времени не хватило. 1-1. Сборная КФУ теряет важные очки в борьбе за титул. Диана Жданова. Неделя спорта. По традиции после матча смотрим турнирную таблицу Спартакиады. Сборная КФУ теряет важные очки в матче с Энерго, но остается на первом месте. 10 очков. К нету КАИ идут вторые, у них 9 очков. Тройку лучших замыкает сборная Академии Спорта. 7 очков и один матч в запасе. Остальные результаты на вашем экране. Следующий матч сборной КФУ сыграет со сборной Казанского государственного архитектурно-строительного университета 11 апреля на площадке КАИ «Олимп». Обзор данного матча, как всегда, будет в нашей программе, так что не пропусти. Хотелось бы сегодня поговорить еще о студенческой хоккейной лиге, но, увы, в последнем матче регулярного чемпионата сборная к нету на матч не явилась, из-за чего получила техническое поражение со счетом 5-0. Регулярный чемпионат в итоге студенческой хоккейной лиги подошел к концу, и сейчас самое время взглянуть на турнирную таблицу, чтобы узнать, с кем сборная КФУ сыграет в плей-офф. Чемпионом регулярки стали хоккеисты Академии Спорта. 18 очков и ни одного поражения. Вторыми остановились хоккеисты КАИ. У них 14 очков на одно больше, чем у КФУ, а не третьи с 13 очками. И также в плей-офф с четвертого места врывается сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета. У них 9 очков. Таким образом, в плей-офф студенческой хоккейной лиги сборная КФУ будет играть со сборной Казанского авиационного института. Дата и место проведения уточняется, и как только будет известна эта информация, мы обязательно обо всем расскажем. Ждем плей-офф и болеем за свою любимую команду. Внутривузовский этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России подошел к своему логическому завершению. Ранее членов сборной Федерального университета выявляли в таких видах спорта, как настольный теннис, шахматы, стритбол и волейбол. Самое интересное, а именно мини-футбол, оставили напоследок. В прошлое воскресенье наш телеканал показывал финальную часть данного чемпионата в прямом эфире, но если ты ее пропустил, то прямо сейчас смотри наш обзор, который подготовила Яна Гарипова. Последнее воскресенье марта в КСК КФУ «Уникс» определяли последних участников сборной КФУ на чемпионате АССК России. На этот раз борьба за золото, серебро и бронзу развернулась в мини-футболе. В игре за третье место среди женских команд столкнулись команды «Транквилл» и «Алмаз». Ни один игрок не хотел уступать своему сопернику. Оно и видно. Игра между данными командами была равна. Первый тайм для обеих команд был не особо удачным. «Алмаз» прессинговал своих соперников, но «Транквилл», не растерявшись, отвечал тем же. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. Победители встречи выявили в серии послематчевых пенальти, где девушки из команды «Алмаз» оказались точнее. 1-0 по пенальти, 2-1 общий счет. «Алмаз» забирает бронзу. В игре за золотые медали встречались сборная КФУ и команда «Вегас». В этом матче дела обстояли куда лучше, но только для команды КФУ. Уже с первых минут КФУ продемонстрировали весь свой профессионализм, против которого команда «Вегас» просто не смогла противостоять. Первый тайм заканчивается со счетом 4-0. Второй отрезок игры также не уступал по своей зрелищности и профессионализму. Общий счет игры 10-0 в пользу команды КФУ. В матче среди мужских команд за третье место встречались «Амкар» и «Мед». На протяжении 30 минут игрового времени команды то и дело обменивались опасными моментами и мощными ударами по воротам. Если одна команда выходила вперед по счету, то спустя минуту или даже меньше соперник сравнивал счет. 3-3. В основное время и уже второй матч за третье место в финальной части чемпионата переходит в серию пенальти, где в этой лотерее сильнее оказались футболисты «Меда». В финале мужских команд встретились команды Star Legacy и КФУ. Первый тайм команды начали с одинаковым рвением к победе. Обе команды хотели доказать, что именно они заслуживают занять первое место. Счет за первый отрезок игры составил 2-2. Но самое главное и интересное было во втором тайме. За последние 15 минут команды успели еще по одному разу пробить ворота соперника. 3-3. И казалось, что в очередной раз придется смотреть за серией пенальти. Однако за две минуты до конца сборная КФУ забивает довольно спорный четвертый мяч, после чего игроки Star Legacy окружили арбитров встречи и просили отмены гола. После быстрого судейского совещания гол отменили, а игровое время отмотали до двух минут. Но несмотря на отмененный гол, сборная КФУ все-таки забивает четвертый мяч уже по правилам. С чем, разумеется, не согласились игроки Star Legacy. По их мнению, был фол в центральной зоне. По мнению арбитров, было все в рамках правил. И так как это финал, нервы игроков Star Legacy сдают, и они уходят в раздевалку за 42 секунды до конца матча. Вместо поражения 4-3, судьи встречи присваивают сборной Star Legacy техническое поражение со счетом 5-0. Сборная КФУ становится обладателем золотых наград внутри вузовского этапа АССК РФ. Яна Гарипова, «Неделя спорта». Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Плинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова